здравствуйте товарищи с вами андрей или же иной и мы продолжаем прохождение реверса с переводом от меня поэтому немножечко кривой не ругайте слишком сильно но в описании ссылка на прошлом прохождение переводы по реверсу есть ссылка на телеграм-канал посвященный конкретно реверсу есть ссылка на дзен если у вас youtube плохо работает ну должна быть ссылка на дзен в любом случае пишите если я внезапно ее забуду закинуть ну и надеюсь вы меня поддержите лайком потому что реверс это вам не какой-нибудь там элден ринг который всем нужен или точнее little company хотя элден ринг и никому не нужен в моем исполнении ладненько на этом поэтому мне каждые ваши лайки комментарии очень греют душу а теперь мы продолжим проключаться в прошлых сериях дети гуляли водили винг сонг повсюду было очень миленько но похоже милота начинает заканчивается тяжелее чем знание это место уже наполнено всякими сокровищами пожалуйста принесите что-то более подходящее видимо сейчас тут вингсон будет ругаться с этим мужиком либо нет давайте поглянем что получится тяжелее чем знание комната встречи что-то мне пишут бертольд сидит своем креслице смотрит на такие вперед ковыряется на расслабоне что такое тоже хочешь работу у зена устроиться сидит такой что тоже просишься на работу она такая я уже работаю на зену написано что теста в этом городе уже несколько месяцев живешь но похоже ты не нашем списке потенциальных рекрутеров из раяшки улыбка на его лице такая же мерзко как и раньше а сюда майнди фарью в ресерчерс я должен напомнить тебе по поводу твоего исследования то что ты производишь и говорит гораздо больше о тебе чем все твои усилия вот почему я здесь ну давай продолжай он наконец-таки решил подняться в голодок сидит такой а голову повесив на расслабоне судьи по моим последним исследованиям я уверен что тут есть новый источник энергетический источник в этой зоне который еще не открыт и вот и все да мы уже верили что что то есть такое когда мы тебя сюда послали мы послали тебе найти эту вещь вместо этого все что ты сделал это подтвердило что то что мы уже и так знали но вы же сказали что вечная энергия это просто миф не так ли ну конечно же это не был просто миф леди почему бы мы вообще послали тебя исследовать изначально винксон наморщинилась и конечно же это перешло недовольство есть еще что ему что можно отчитаться нет но мне нужна ваша помощь мне нужен вооруженный отряд чтобы он пошел со мной в шахты чтобы я могла продолжить мое исследование по этой теме я боюсь я не знаю как долго это время займет также зависит того сколько ты солдат мне выделишь на эту задачу у тебя ужасное чувство юмора я тут не шучу выше хотите больше исследований по поводу этого нового источника также не так ли мисс винсон ты серьезно думаешь это хотя бы относительно логичные просьбы критеры тут беснуются в этой зоне и ты требуешь помощи чтобы подтвердить что такое насколько я могу это понять это довольно такая мутная тема почему я должен тратить время зена и ресурсы на вот эту мне говорят о том что рисковать жизнью наших солдатов да вы же там типа спецназ вы должны вообще что значит рисковать нашей жизни никто не должен рисковать если у вас есть сомнения посмотрите на эти файлы я вообще не разбираюсь и следители запускают руки в сумку но встречается с волной это за тебя отказа и дай-ка мне угадать ты изучила это все от твоего изучения линии лэй ай ну да я today the theory of ley lines has neither been approved by the arcane study review association nor accepted by the project assessment of human science and technology it has zero academic achievements zero endorsements and aside from the questionable example in front of me zero researchers к сегодняшнему дню теория этих линий никогда не была подтверждена арканским изучением ассоциации арканских наук также не принята проектом человеческой науки и технологии объединение у него ноль академических достижений ноль всяких возможностей и кроме какого-то проблемного под вопросом исследователи передо мной ноль исследователей это только временно мисс винсон я симпатизирую тебе с той ситуации куда я тебя положил поместил но однако зена просто не может тратить все ресурсы на предложение без каких-то мощных доказательств я добуду что-нибудь мне просто нужно немножко помощи вперед я обещаю взгляд в его глазах ленивый скучающий но винсон не задается вы же пришли сюда чтобы справиться с этими критерами тогда вообще ты вообще нервничаешь можешь с ними разбавиться пока меня проводишь в эти шахты а заодно глазами тролльта расширились теперь говорится он встает я пришел сюда не разбавляться скритерами а уводить их он тихонечко шагает и подходит к окошку я боюсь ты ошибаешься в наших вообще желаниях что мы хотим делать окошко закрыто крепко запечатываю последние шепотки ветра снаружи зена здесь только за одну вещь источник вечной энергии и это то задача которую тебе дали с теми ресурсами которые тебе дали мы не поддадим никаких других просьб пока ты не дадешь мощные доказательства мы не тут благотворительность не играем значит вы никогда не планировали контролировать критеры здесь отряд который вы привели сюда был чтобы контролировать город сила достаточно чтобы справиться с критерами могла бы привлечь внимание нежелательно с наших соперников это не в наших интересах делиться этим городом или его ресурсами я уверен ты понимаешь это ты что вот чаще с тем прям хочется прям по лицу то ударить значит если мы даже найдем ресурсы для тебя вы не покинете этот город или его жителей мы говорим о мощном источнике энергии арканума ты думаешь что мы просто уйдем отсюда и оставим чтобы его тут разграбляли кучка глупых крестьян и шахтеров тебе должно быть стыдно улыбка битрольда уходит как плохое послевкусие то что мы собираемся делать с рояшками не должно тебя беспокоить мы для них уже все устроили мы же не монстры прежде чем финальное решение будет сделано мы продолжим помогать местным как мы как он насколько мы можем including you включая тебя прежде чем исследователь с дикими глазами может сказать свое недовольство битрольд переводит разговор с хорошо практика с практикой без слов он вытягивает привлекательный выглядящий документ и отвозит и проводит его к сторону ей это ты удивлена разве это не то что ты всегда хотела с разрешения зена ты сможешь обучать своей программе в любом университете а то есть ей такую морковочку дают смотри вот тебе кому хочешь рассказывай эти линии шарики там кружки пофиг кому хочешь кто к тебе придет тому и рассказывай мы подготовили этот жест доброй воли для тебя а теперь это твоя очередь показать свою добрую волю забудь о этом вооруженном отряде у них есть более важные вещи ты сама по себе мой друг но докажи что ты можешь сделать эту работу и добыть лучший ответ который ты можешь вот это бредное письмецо коллет пальчики вингсон и этот кусочек бумаги будет твоим когда ты завершишь эту миссию я поняла я вижу что ты поняла удачи там мисс винсонг ух какой мерзкий тип глубокие шаги теперь уже закопаны в свежем снеге показывают путь исследователя который за ней кто-то марширует или она пошла сама пойду заброшенные шахты рояшки ее храбрость страсть и температура тела резко остужается против этой ветра снежного я что сошла с ума он просто пытался выгнать меня из своего офиса он бросил морковку из окна и я погнал за ней как бы ослепленный мул но все еще ее рука проходит над бумагой в ее кармане может быть эта морковка слишком хороша чтобы отпускать ее с вздохом она идет еще глубже сфокусируйся как только я заполню пробелы в моих данных я смогу отдать это зено и тогда все последовательные исследования не будут больше проблем основной источник еды для хойтуков это грубые минералы под землей эти переработанные металлы только помогут их от голода немножко продержать они не бы перепрыли через ледяной океан чтобы погрызть старую экипировку и мусор все что мне нужно это найти следы их активности так что я бы могла узнать об их текущем состоянии и отсюда определить их источник пищи стекла хайтуки хайтуки нежные существа хайтуки нежные существа они редко атакуют людей нужно просто быть осторожным ее внутреннее переживание нужно отложить на сторону потому что более практичные проблемы в пейзи эх близзард как близзард переводится снегопад покрывает практически все оставив только несколько консерв высовываются шумят на ветру с ума сойти ух ты ух ты хорошо в другую сторону если я буду смотреть вниз вместо того что смотреть вперед может быть я смогу просканировать зону и следовать за энергией куда она идет прямо как я сделала на холме сил буря ну и надеюсь что результат будет другим чем в прошлый раз она выдерживает увеличение от снега снегопад прежде всего не нужно очистить это место природа это числа и черты отлично природа это мозаика цветов мозаика цветов почва там перемешивается и жестокий резонанс распространяется под ним и выгоняет хайтуки явно эти существа явно недовольны от того что кто-то там их землю царапает ну черт возьми теперь вот я это сделаю эти зубы эти трехпальчевые пальчики это не хайтуки не хайтуки надо было написать они показывают свои зубы и когти ритмическим образом прямо как примитивы ритуал перед едой эти чешуя должно быть для того что плавать тогда вы должны быть мутант на китикуте из зоны Ольги вы должны быть в стороне Ольги охотиться на всяких иммиграющих рыбу и китов они здесь мутант кикитуки кикитуки больше не сдерживают себя и прыгают в сторону Винксон ну все надо надо сражаться ну да и как обычно поддержите меня лайком если уже досмотрели до сюда мне каждый лайк ценен и помогает распространяться чтобы другие могли посмотреть так это работает так это было быстро мутант на землю пытаясь отдышаться но пушистики говорится не сдаются они не пускают никого почему вы сюда пришли что вдохновило вас сюда переплыть океан просто чтобы охотиться на людей ее агрессия не показывает признака понимания они приближаются ближе слюни текут с их рта черт возьми хотя конечно их когти и зубы немножко деградировали их рефлексы гораздо более быстрые чем у хойтуков они уследили за моим приближением хотя даже я использую мой ридер как заглушилку звук звук вдалеке привлекает ее внимание на выстрел приближ один из приближ выстрелов попал на кикитука они отбегают знакомый звук пугает и остальных уходи убирайся отсюда я прикрою тебя евгений молодец больше стрельбы снова и снова пока последние кикитуки не уходят с этой позиции спасибо вам сэр собравшись естественно немедленно возвращается к своей работе евгений дети рассказали мне о свалке мусора для консервов она рядом свалка мусора он сморщинился смотрит своими глазами на склон рядом они наверное говорят о нашем мусорном металле я боюсь уже его нет мисс Винксон может быть животные выкопали все это или может быть маленькие монстры съели его вы знаете как ты думаешь это случилось до или после когда шахта закончилась я не уверен евгений снова поморщился в этот раз бросаю взгляд на ее инструменты вы не должны быть здесь здесь нет ничего ценного в этом месте и вы не должны использовать эти арканские экипировки здесь у нас есть лучший способ справиться с этими яростными маленькими монстрами то что ты делаешь просто привлечет их больше его в разы немножко раздражает а или привлекает вы можете прогнать кики туков больше нет у нас нету с чем отбиваться от них Зена никакие экипировки для нашей команды не привела не говоря о том что оружие пошли уходим пока не стало слишком поздно он осторожно привиляет ружье в его руках что если я просто не хочу сдаваться Евгений замедляется понимая что его инспекция еще более отчаянно я видел твое что приветственные скажи вам документы он говорит там написано что ты исследователь тогда ты должна быть достаточно умной чтобы не идти а бессмысленном и опасном пути я признаю что то что я делаю слишком отчаянно и неправильно и может быть я мотивирован просто моим собственными интересами но я не могу просто уйти все бросив ты жил в Раяшке долгое время ты знаешь что вот что такое посвятить всего себя гораздо лучше чем я изменение в его лице как он поворачивается от нее я не сдамся так легко так же как и люди здесь не отдадут свою землю как будто ничто это упрямство вот и все они должны пойти в другие места и посвятить свои таланты но хорошее дело чем оставаться здесь и сражаться за нижчего Линксон смотрит выдерживает взгляд подымая свою челюсть чтобы посмотреть на него вот почему ты так легко отдал свой город Зена ты серьезно ты хотя бы знаешь своих соседей я жил и работал вместе с ними десятилетия не шути так я просто я согласен с перспективой Зена я была в множестве мест и я встречала множество людей прямо как ты такие типа лидеры которые делают решения за других людей просто потому что это для них лучше и они должны слушать прямо как и ты должна послушать сейчас он сжимает свое ружье как он пытается проверяется за спиной и клонирует ближайший горизонт это моя ответственность чтобы защитить всех чтобы сделать все правильно я заставлю их увидеть завтра на слушании да завтра в 8 утра слушание будет продолжаем только дни остались ну что ж давайте послушаем это слушание виллу наконец таки увидим давнейка мы ее не видели вот этот бертрольд может жизнь все еще продолжаться 270 ладненько а то мне нужны эти огненные сердца только дни остались площадь люди заходят со всех направлений они стоят теперь на пересечении на перекрестке судьбы города люди люди мои дорогие друзья доброго дня за последние два дня Зена проверила потенциальные риски и пользу в этой зоне и проводила слушание о том что должно должно быть сделано по поводу будущего в этом городе на слушании была очень ограничена аудитория видимо евгений и виллу только да мы считаем что это жест признания мистер евгений мистер евгений очень много постарался что помочь нам чтобы эти изменения случились мы ему очень сильно обязаны спасибо вам сэр он он кивает в сторону евгения возле его свеже напечатанный документ разворачивается перед всеми присутствующими печать зена напечатана на нем в самой такой ясной позиции пожалуйста верьте что мы сделали самое лучшее решение которое могли для вас мы все знаем что руниум здесь и земля уже отшел 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 приглашение зена для рояшки документик такой мы все знаем что руниум закончился и из земли уже вы добыли все будущие материалы какие только могли ммм так что в ближайшем будущем ничего тут догадывать нечего как результат ваша местная фабрика переработки руды потеряла свою цель что больше зена изменила нашу стратегию кооперации хотя ваш ваш город был очень верным и никогда это не будет забыто мы должны трезво мыслить и посмотреть на что стоит и что не стоит делать в пользу чтобы суммировать наше финальное решение это чтобы суммировать наше финальное решение это мы заканчиваем эту операцию и все будущие совместные работы между зена и рояшки тяжелый молот просто ударил по площади ну мистер бертольд вы только добрались сюда возможно у вас недостаточно времени чтобы хорошо тут все узнать ценность рояшки это не только в нашей руниуме у нас много других фабрик внезапные слова протеста наполняют площадь со всех сторон ну да у вас есть фабрика кирпичей там электростанции всякие другие штуки ну все это было построено и сделано только для того чтобы обрабатывать руниумскую руду без руды никакой пользы в этом для нас нет толпа шепчет голоса набираются прям как пузыри в кипящей воде бертольд стучит по столу пытаясь все это утихомирить теперь вы знаете полностью всю ситуацию и наше намерение мы хотим вас успокоить что ваша верность не будет забыта и поэтому щедро приготовили два выбора для будущего рояшки ну ух кстати ассамблея это кстати шипит во первых зеро вере что у вас много ценных и качеств ух такая трудолюбивые и навыки которые вы показали за последние годы в наших заместных работах доказали что ваш что вы люди можете быть очень полезным для нас бетроль смотрит по лицам смотрящим на него действительно множество из вас уже встретили подходит для того чтобы вступить и присоединиться к зену таким образом от имени академии армии зена я хочу притянуть вам приглашение покиньте рояшки присоединитесь к нам и работайте на одну из наших веток как члены зена что ты говоришь ты хочешь чтобы мы забросили наши дома за обещание какого-то работы успокойтесь мистер кнут это не по поводу того что бросить свой дом это о том что присоединиться к нашим усилиям для того чтобы сделать мир лучшим местом через более оптимизированное расположение человеческой силы значит вы просто нас заберете и отправите чтобы работать на зена вы ошибаетесь мэм он закрывает папку смотря подозрительно в сторону детей возле Вингсанг каждый год зена увольняет 4 процента наших наемных работников потому что они не смогли справиться с требованиями работы и количество наших соратников которые погибли во время долга еще больше как бы воюю да работать на зена это привилегия а не подарок вот почему только малое количество из вас будет позволено прийти и работать на нас что что теперь судя по артикулу 58 в выборе защиты прав арканистов подписанных на конвенции горизонта мы предоставим базовые припасы для всех беженцев которые которым не предложат оппозицию в зена их немедленно перевезут в ближайшую точку так сказать для беженцев где наши социальные работники свяжутся с ними для дальнейших перемещения значит ты советуешь что ты пошлешь наших детей и стариков прочь в какую-то там станцию убежища и тогда остальные должны пойти работать на зена без каких то вопросов придурок это полностью фигня он машет затем отталкивает в сторону солдата зена перед ним сэр пожалуйста потише сэр пожалуйста потише петроль только бы его не трогать это и перелист вы документ дальше если ты не заинтересован в нашем первом плане у нас есть другой план б если жители в этой зоне не хотят переселяться зена может предложить другую альтернативу как сказано раньше рояшка это удаленный город который обладает довольно такими неплохими индустриальными инфраструктурой таким образом его можно считать идеальным местным положением для нового комплексного для постройки фабрик по производству оружия ага ничего себе нужно будет довольно мощно улучшить рояшки чтобы превратить его в морской порт который зена планирует построить по всему миру также радиостанция будет построена в городе что еще лучше усилит наши способности связываться с другими арктическими регионами стабилизировать и координировать наши силы в этой зоне и поэтому передаем эти формы вам с учетом всех опций которые я представил пожалуйста выберите и какой план хотите а вот вариант что типа идите ка вы нахер как бы можно такой способ значит ваш другой вариант это только превратить в рояшки в какую-то военную базу под контролем зена ну я бы не говорил так грубо но вы правы наши ресурсы так же как и у остальных ограничены и мы должны их хорошо использовать мы не можем тратить их на стратегически бесполезных дорогих людей и места если вы хотите чтобы зена помогло вам вы должны давать что-то в ответ вы не согласны? так что евгений это лучший выбор который сделал за нас за всех? я должен сказать в защите мистера Евгения он как говорится очень сильно постарался и его единственное желание это чтобы он помог своим соратникам все что ты сделал это продал нас скажи им Кнот вы не думаете что тут довольно ветрено? конечно же со всем этим горячим воздухом в голове Евгения его разум наверное просто улетел бесконечные глаза смотрят на Евгения разочарованность печаль возможно что-то более сложное бедный Евгений я клянусь вам я не делаю это ради себя товарищи есть гораздо лучшие места в этом мире и у вас есть лучшие цели которые вы можете выполнить вы не должны тратить свое время здесь злоба подымается в людях давайте успокоимся мои друзья время быть логичными подумайте осторожно Зена очень щедро по поводу этого предложения вам он подготавливается как будто он хочет мощную речь сказать но его руки дрожат холодный ветерок обдувает его щедро а вот это глупости уже мы не позволим тебе забрать нашу семью и друзей и так же мы не позволим превратить наш город в какой-то такой управляемый штат мы останемся здесь не важно что товарищи я понимаю как вы чувствуете себя сейчас но вы должны понять тяжелую реальность нашей ситуации и ты хочешь изгнать наших собственных людей или отдать все что мы построили здесь для так называемые из-за так называемой реальности это единственный путь вперед если мы продолжим оставаться здесь без какой-либо помощи это будет конец для нас в любом случае основание святого павлова единственное что может помочь потому что зена это зена а вот пусть мир будет с нами и мы что должны обращаться к зену за этой помощью евгений не успевает среагировать поначалу но побежденное выражение лица приходит к нему правда в том что так же как экономия рояшки зависела от руниума мы зависели от зена без них при текущих тратах припасы закончатся за год что будут дети есть тихая волна изменяет кстати все кто собралась следователь наблюдает изменения с узнаванием ситуация выглядит плохо зена намерена захватить контроль над этим местом она касается открытого письма ее пальцы отскакивают как будто бы она ударилась током но если завершил задачу как зена пробовала значит лето слова бет роль до эхом разуются в ее ушах я разобью их мечты да тогда тут точно станет военная база а что насчет моей мечты ух сложные вопросы слова застряли в ее горле люди которые отказывались признавать изучение линий действуют из-за того же самого самоинтереса я видел это происходит так много раз раньше простая мечта встречается с лицом ужасной реальности и в этот момент умные сдаются и уходят и упрямые дураки остаются ожидая того как их раздавит что вот тоже жители то вот они упрямые дураки мы напрашивались на вот наше неблагополучие напросились она отворачивается ее смешные чувства не хотят успокаиваться отряд солдата успокаивает большинство тогда эти шумихи на площади но все еще некоторые храбрые рвутся вперед подождите я не закончила бет роль то отказывается ей своей рукой как он уходит покидает сын но я закончила мисс вилла естественно остается оглушенный но это мощная химия надежды и уверенности начинается катализировать в ней что-то новое сэр со всем уважением я не могу завершить эту задачу одна как обычный следователь я могу их понять пожалуйста простите меня за прерывание она подымает свою голову гордо смотря в сторону толпы я слышал так много о рояшке в эти дни они начали с ничего но потиху шаг за шагом они сделали невозможное их голос должен быть услышан природа это число и черты колдуй снег и сне почва и снег под ее ногами становятся наполнены жизнью они забираются по пушкам и забивает их ну типа стрелять тебе больше нельзя учитель воспользовался этой возможностью она забирается на толпе через стену спутных солдата и бежит вперед мистер Бертольд мы не можем их сдержать ну а все солдат парализовали закопали их так тут нужна трава ну давайте траву блин что то я наверное зря это сделал я даже одиночный удар ему надо убить грустненько это внезапно ты ударила сильно и конфликт в руках яростно хватает руку Бертольда острые ногти разрывает его одежду теперь ты выслушаешь меня чистое это кстати чистое новое это кстати бумажка ссунута в руки Бертольда или что там нам не нужна твоя помощь это ваши солдаты и твоя тирания больше здесь не приветствуются вилла разворачивается чтобы встретиться с людьми товарищи что вы скажете должны ли мы решить наши проблемы с силой наших собственных рук и сердец а что еще мы можем сделать это мы так всегда делали когда встречались с проблемой будет больше решений чем проблем если мы будем работать вместе если я должен умереть я умру здесь со всеми вами хватит говорить глупости идиот никто тут не собирается умирать раяшки принадлежат нас всем мы будем держаться вместе с ними до последнего момента внезапная волна уверенности объединяет толпу как охранники уходят в сторону многие из них краснеют от стыда кто-то из них тихонько уходит кто-то может сказать что они просто обычные люди но они такие храбрые и благородные продолжение следует ну что ж сюжет прямо таки движется вперед зенопомощи откажались к чему это приведет к тому что следователь будет что-то пытаться найти сложно все но мы надеемся на лучшее надеюсь и я получу от вас лайк пишите комментарии ставьте лайки наверное уже к этому видео подошло что подошло новый патч вышел ух новый патч там будет киборг-убийца я по-любому ее буду крутить за зайцев надеюсь и вам удачи пожелаю с этим потому что люси лимитированный персонаж и она крутая крутая добрый киборг-убийца на этом я прощаюсь всем спасибо увидимся в следующем видео всем пока пока